В День независимости в Алматинской области открылось первое в республике предприятие по производству детских одноразовых подгузников. Продукция нужная и актуальная. Проект реализован в рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2020». Гульнара Умарбекова подробнее. Кто-то улыбнется, услышав эту новость, кто-то усмехнется, а кто-то очень обрадуется. Речь пойдет о детских подгузниках, предприятие по производству которых торжественно открылось в городе Каскелень Алматинской области. Ежегодно в Казахстане рождается около 400 тысяч детей. И, наверное, ни одна мама не обходится без подгузников или памперсов, как их чаще называют. Очень скоро их можно будет приобрести в магазинах с маркой отечественного производителя. Вернее, выпускают подгузники совместное казахстанско-японское предприятие «Сачика Олжа Продактс». Оно было учреждено год назад. Основную часть в рамках госпрограммы «Дорожная карта бизнеса-2020» профинансировал Фонд развития предпринимательства «Дому». И вот она, первая продукция. Завод работает, выпускает не тесты, а уже чистую продукцию. Уже вышел на финишную прямую. Это первая линия. Дальнейший проект есть с ними, выпускать вторую линию, ставить уже для взрослых людей. Для реализации проекта в качестве партнера была выбрана японская компания, которая на сегодняшний день является основным лидером-поставщиком оборудования по производству детских подгузников. На начальном этапе наши специалисты ездили в Японию, чтобы перенять опыт. Сейчас наши японские партнеры приехали, обучают уже здесь на практике. И они будут помогать нам вести. Мы получили техническое сопровождение по сопровождению обеспечением сырьем. И, конечно, самое главное, обучать наших людей. Мы будем сейчас количество людей наращивать, и будет это наши люди все будет работать. Представители моей компании, которых я сюда направил, останутся до тех пор, пока не обучат персонал до профессионального уровня. Более того, я знаю, что в Казахстане есть хорошие возможности и для другого бизнеса. Поэтому, я думаю, наши дружеские деловые отношения будут далее развиваться. Руководители предприятий уверены, что смогут конкурировать с другими мировыми марками по производству этой продукции. Сейчас на заводе работают 50 человек, и выпускается самый маленький размер ЭСКО. Затем будет ЭМКО, ЭКСЕЛЬ и так далее. Планируется, что первая продукция появится в продаже уже в конце января. Гнару Марбекова, Манатышпай, из Алматинской области.